Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя порцию самых важных новостей. Итак, смотри сегодня. Каковы последствия пожара в Казани? От молекулок лекарств в КФУ состоялась научная конференция. Назван лучший студент года России. В понедельник, 26 ноября, в 8.40 утра поступило сообщение о задымлении офисного здания на улице Университетской, 22. Возгорание началось на мансардной пристройке ко второму этажу. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Пожар был потушен в 10.35 утра. Из офисного здания были эвакуированы 30 человек. Никто не пострадал. Предлагаем вам посмотреть кадры с места происшествия. А теперь к другим новостям. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета стартовала научная конференция «От молекулы к лекарству». Ученые и эксперты по направлениям химии, биологии и медицины собрались в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Здесь проходит научная конференция «От молекулы к лекарству». Работа, связанная с созданием новых лекарственных средств, это одно из приоритетных направлений в рамках стратегии научно-технологического развития России до 2030 года. Конференция способствует продвижению междисциплинарных проектов. Одни химики, одни биологи, одни фармакологи ничего сделать не могут, тут невозможно. Это в принципе, по сути свои, это работа, которая делается на стыке химии, биологии, физики с точки зрения моделирования и так далее. Площадкой проведения конференции Казанский университет выбран не случайно. Главной заслугой является большой вклад в медицинскую науку. Для Казани это направление очень важно. Биомедицинское направление развивается очень мощно и в федеральном университете. Хотим рассмотреть вопросы полного инновационного цикла, то есть от создания вещества, молекулы до создания на его основе какого-то лекарственного средства. Для Казанского федерального университета это возможность наглядно продемонстрировать потенциал лабораторий, привлечь к сотрудничеству новых ученых. На конференции эксперты делятся результатами исследований, осуществленных по финансируемым со стороны Российского научного фонда направлением. На все вопросы в формате открытый микрофон ответил начальник управления программой и проектов Российского научного фонда Андрей Блинов. Главными темами обсуждения стали проблемы внедрения новых препаратов, борьба с гриппом, производство и разработка новых вакцин. Участие приняли более 120 ведущих ученых из Казани, Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов. Конференция позволяет обменяться опытом и представить свои исследования. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В этом году главному закону государства исполняется 25 лет. В связи с грядущим праздником в Казанском университете состоялась лекция, посвященная этому событию. Казанскому университету 26 ноября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась лекция председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации и столетию Конституции РСФСР. Лекцию посетили студенты юридического факультета Казанского университета. Государственность надо было выражать в каком-то документе, в правовом акте, который так и назывался, Конституция РСФСР. И, конечно, в этом документе многие вопросы, которые тем или иным образом были провозглашены, они бы нашли отражение в данном документе, ну вот, например, отмена частной собственности. Мероприятие началось со вручения благодарственных писем Ассоциации юристов России. Казанский университет был выбран в качестве площадки для проведения мероприятия не случайно. ВУЗ с момента его основания занимается изучением юридических наук и вопросами правоведения. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. В КФУ открылась конференция «Космическая наука». Как прошла встреча представителей космической сферы с учащимися школы, расскажем в нашем сюжете. В Униксе открылась пятая школа-конференция «Космическая наука». Мероприятие организовано Институтом физики Казанского федерального университета. В работе школы-конференции принимают участие школьники, студенты, аспиранты из России и стран СНГ. С лекциями перед ними выступают известные ученые и популяризаторы науки. В мероприятии приняли участие сотрудники Института физики КФУ, Московского государственного университета и представители космонавтики России. Так с приветственным словом выступил генерал-лейтенант космических войск Владимир Власюк. Почему здесь присутствуют военные и что они занимаются, что они делают? Если обычным военным дают в руки оружие и они его используют, то мы в свое время, начиная с 70-го года, были военные, которые делали все космические программы нашего государства. Конференция продлится до 29 ноября. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. В Институте физики КФУ стартовала школа-семинар «Петровские чтения-2018». Подробности расскажем в следующем сюжете. С 26 ноября по 1 декабря в стенах КФУ проходит 4-я международная зимняя школа-семинар по гравитации и космологии «Петровские чтения-2018». Ее задача заключается в создании благоприятных условий для овладения современными методами научных исследований на мировом уровне, приобщения молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Программа включает лекции, пленарные и секционные доклады и неформальные дискуссии по новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизике и космологии. Параллельно со школой работает научный семинар, в рамках которого его участники, включая младых ученых, получат возможность доложить результаты своих исследований. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. 23 ноября свой день рождения отметил Институт психологии и образования КФУ. Подробности расскажет Анна Глазунова. Яркие танцы и веселые песни слышны на весь Институт психологии и образования Казанского федерального университета. Вот так радостно и звонко 23 ноября Институт отпраздновал свой седьмой день рождения. Институт психологии и образования КФУ готовит профессионалов в области педагогики и психологии, проводит научные исследования, реализует международные проекты по психологии и образованию. За последние годы сотрудниками Института было реализовано множество задач. Мы достигаем вместе больших, значимых успехов. И в этом году в рейтинге Times Higher Education предметной области образования мы стали первыми в России и почти уже вошли в число 100 лучших учебных заведений мира. Директор Института психологии и образования Казанского федерального университета Айдар Калимулин пожелал сотрудникам много добрых слов. Я желаю всем преподавателям, студентам, сотрудникам нашего института крепкого здоровья, процветания и находить еще новые и новые силы для того, чтобы двигаться вперед. Анна Глузнова, Лев Халиулин, Универньюз. 23 ноября прошел финал и торжественное награждение лауреатов и победителей премии. Ежегодное участие в конкурсе принимают студенты Казанского федерального университета. С 21 по 23 ноября в Казани прошел финал российской национальной премии «Студент года-2018». В этом году проекта хватило 63 субъекта Российской Федерации, а общее количество участников составило 5000 человек. В финальном этапе проекта приняли участие 500 лучших студентов вузов в 9 номинациях. Ежегодно студенты Казанского федерального университета принимают участие в конкурсе, становясь его лауреатами и победителями. Вся моя жизнь – это общественная жизнь. Я не скажу, что я суперинтеллектуал, я не скажу, что я журналист или, например, я не старост вообще. И, следовательно, общественник для меня самая близкая номинация. Победителем в номинации «Общественные годы» стал магистр Казанского федерального университета Игорь Смирнов. Лауреатом премии в номинации «Журналист года» студентка 4-го курса Альмира Муртазина, а обладательницей специального приза в номинации «Интеллект года» аспирантка КФУ Надежда Сайфулина. Право принимать финал премии в Казани столица Татарстана получила благодаря триумфальной победе студента КФУ Нафиса Серзидинова премии «Студент года» в прошлом году. Российская национальная премия «Студент года» проводится в рамках реализации федерального проекта национальная премия поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!